Приветствую вас, вы знаете, ну вот, прочитал я ваш текст, да, и могу сказать, что ваше желание, да, оно естественно, вполне. Желание побыть только для себя, побыть себе хозяйкой. Желание делать только для себя, желание действовать только для себя, желание нести ответственность ни за кого, да, желание не разделять вот этого самого быта с другими людьми. Это нормально. Для вас это нормально. Вот на том этапе вашего, скажем так, развития на текущий момент, подобные вещи кажутся мне совершенно и абсолютно нормальными. Мне не кажется, что вы хотите чего-то нереального, чего-то такого, чего быть у вас в принципе не должно. Вот. То есть, ваши желания, они естественные и нормальные. Также, мне видится вполне естественным и нормальным то, что вы не хотите отношений, да, что вы хотите быть сейчас одна и так далее. Мне кажется, что данный аспект тоже является в принципе вполне закономерным, потому что за то время, что вы были с людьми, да, ну вот именно с людьми с кем угодно, за это время вы уже, наверное, просто устали от того, что каждый из них, да, пытается вас как-то, значит, переделать, как-то вас пытается, значит, направить и так далее, но я думаю, что вам нужно пройти этот путь, да, то есть вот просто пройти путь, путь вот этого вот, скажем так, одиночества, путь автономности, путь независимости, вот, и пройдя его, пройдя этот путь, вы, быть может, придете к тому, что вам нужна все-таки семья, да, и быть может, вы придете к тому, что вам нужны отношения, ну, выстраивать их будете вы совсем по-другому, да, это понятно, выстраивать вы уже будете их совсем иначе. Но на данный момент я думаю, что вам действительно нужно двигаться в этом направлении, тем более, что своих детей у вас нет, мужчина вас обесценивает, не привык, ну, не привык мужчина, мужчина как-то вот уважительно относиться там к вам, да, к вашим каким-то желаниям, к вашим потребностям, ну, вот, не привык мужчина этого делать, и, соответственно, вы себя чувствуете, грубо говоря, обесцененный, да, вот, чувствуете, что вас обесценивает, это неприятно, ну, вот, и, соответственно, это нормально, вот, значит, сомнения, сомнения, вот, сомнения, которые у вас есть, связаны как раз таки с тем, как вы себя позиционируете, то есть сомнения ваши, они связаны с тем, да, что вы считаете для себя, например, важным, нужным, какие у вас ценности, вот, насколько вы отдаёте себе отсчёт в том, что нужно будет заплатить, какие нужно будет приложить усилия для того, чтобы быть независимой, то есть независимость вас привлекает по каким-то определённым критериям, да, вот, и это, в общем, понятно, но готовы ли вы платить за эту независимость, да, готовы ли вы за неё платить, например, там, повышенной ответственности за себя, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то есть сомнение вас заключается в том, что вы не подготовлены, возможно, к тому, чтобы вот быть одной. И я полагаю, я полагаю, что окажись вы сразу в такой ситуации, ну, вам было бы достаточно тяжело, я думаю, если не сказать больше, травматично, вот, делать такие вещи нужно постепенно, вот, постепенно наращивая вот эту вот грань независимости, да, вот, то есть сейчас, на данный момент вы живёте со своим мужем, вот подумайте, подумайте, для себя, подумайте для себя, что вы можете сделать здесь и сейчас для повышения своей независимости, именно здесь и именно сейчас. раз вы хотите быть независимыми, да, то есть не нужно думать, что независимость и свобода, это что-то, что придёт к вам, вот, после, там, достижения определённых, скажем так, условий, достижения определённых обстоятельств. Думать так, значит ошибаться, потому что свобода, независимость, чёткие границы ответственности, это то, что есть у каждого из нас, безусловно, абсолютно и полностью, безусловно. Вот это не зависит от каких-то внешних факторов, вот. вы говорите, что родители вас баловали в детстве, и вы выросли, там, инфантильные и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что родители в большей степени вас подавляли своей заботой. И это привело к тому, что вы не имеете своих личных границ. Это привело к тому, что у вас есть проблемы с ответственностью, с границами ответственности, да, то есть за что я ответственный? Вот вы говорите, что мне кажется, я люблю своего мужа, я чувствую за него ответственность. Понимаете? Чувствовать за человека ответственность, это скорее родительская позиция. Это скорее родительская позиция. Но это не любовь. То есть это не позиция человека, любящего. Понимаете? Можно и любить, и чувствовать ответственность, можно так, но ответственность к любви отношение имеет, ну, весьма отдаленно, короче говоря. Вот. Понимаете, о чем я отвечу, я надеюсь. Поэтому, поэтому, поэтому здесь вот такой аспект. Далее. Далее. Любовь. Любовь – это чувство, при котором человек, в данном случае вы, готов что-то отдавать. А как, как вы можете отдавать что-то, если вы, по факту, себя не чувствовали никогда сильным? Не чувствовали никогда себя самостоятельно? То есть за вашу жизнь это, по сути, борьба. За выживание, сперва за собственное, потом за выживание другого человека и так далее. Не рождаются в таких условиях люди, способные любить здоровой любовью. Привязанность – да, но не любовь. Понимаете? Поэтому, вот что мы сейчас делаем, да? Мы сейчас пытаемся разграничить, разграничить то, что с вами происходит. Разграничить ваши представления, которые не являются верными, да, которые не являются адекватными. Вы говорите, значит, так, мне кажется, что я люблю мужа. Знаете, когда любишь, мне кажется, простите меня анонимно за такую жесткость, да? Чувство ответственности – это не то же самое, я уже сказал. Уважаю его. Отлично, если вы его уважаете, то, наверное, вы хотели бы, чтобы у него была женщина, которая больше ему соответствовала и которая, ну, давала бы ему возможность быть счастливым. Так, не хочу предавать. Понимаете, предательство у вас тоже отображено неверно в представлении. Потому что нет ничего предательского в том, если человек действует для себя в отношении. Поэтому говорит, слушай, например, вот я тебя уважаю, да? Ну, я понимаю, что я несчастлива с тобой. И я вижу, что ты со мной несчастлив. Я вижу, что ты раздражаешься, когда, там, я хочу, там, сказать что-то, да? Ну, что-то свое. Ну, вот. Ты раздражаешься, когда я, там, говорю что-то против. Вот. Тебе нужна женщина, которая будет с тобой соглашаться. Я не такая. И так жить я не могу, как ты хочешь, чтобы я жила, да? Вот. И мне это не нравится. Является ли это предательством? Да, являются, но только в том случае, если вы обвиняете себя, если вы обесцениваете свои желания. В этом случае только, да, это является предательством. Тут я согласен, тут я с вами согласен. Это так. В остальном, в остальных случаях предательством это ни в коем случае не является, потому что это нормальное человеческое желание. Вот. Вот. Ну, еще раз. Вас, вас гиперопекой, вас гиперзаботой подавили и приучили к тому, что свои чувства нужны обесценивать. Понимаете? Вот. И в данном случае, в данном случае, ну, это логично, это логично. И это можно, это можно и нужно корректировать. Да, то есть вы можете сам это сделать, да, стоп, а где я себя обесцениваю? Так, а почему я свои-то чувства, значит, как бы ставлю на, ну, на последнее место? А как, если я буду ставить свои чувства на последнее место, как люди вокруг меня будут счастливы? Кто-нибудь, да? Вот. Дальше. Может быть, я просто сама не понимаю, к чему стремлюсь, и в итоге окажется, что мне все это было не нужно, но я уже испортила и наломала дров. Понимаете, какая история? Может быть, вот она не может быть такой. Никто не говорит, что вы вот начнете жить одна, вы войдете в этот идеал, да, в эту идеальную жизнь для вас, и что вы станете счастливы. Или что вы будете счастливы всю жизнь. Но вам нужно это пройти, чтобы понять. Чтобы понять, чтобы прочувствовать, как это. И какой вариант вы здесь выберете, это уже вам не шаг. Предложите мужу, например, пожить отдельно. Сказать ему, типа, что, дорогой, вот извини, я поняла, что я задыхаюсь, мне нужно побыть одной. То, что, как бы, я предлагаю пока, например, не разводиться, да, допустим, а просто пошлить отдельно. Но ты можешь сделать там, как бы, если ты хочешь, да, если я тебя, как бы, отпускаю. Ну вот. Потому что я не знаю, сколько это времени продлится. Если у тебя появится женщина, с которой ты, соответственно, захочешь наладить отношения, то, что, я тебе там развод. Вот. Можно так сделать? У вас всегда, у вас есть выбор, как, у вас есть выбор, как вы, как вы можете пройти к этому. Понимаете? Если мы не согласитесь, скажем, если уходишь, то все. Ну, соответственно, в таком случае вы можете ему сказать, а ну ладно, ладно, хорошо. Тогда, да ладно. Тогда, если так, то хорошо, я тогда ухожу. Понимаете? Ну вот. Но важно понимать, что, да, да, вы наломаете дров, но важно так же понимать, что вам нужно этот путь пройти. Без этого пути вы не сможете жить дальше. Вы так все время будете маниться этим, вы все время будете думать о том, а вот если бы, а вот как бы я, да, вот как бы я жила одна, а как бы что. Автономии вам не хватает. Вам не додали автономии, вы активно к этому стремитесь. Но из-за того, что вас давили гиперопекой и гиперзаботой, и очень много делали все за вас и для вас, у вас есть вот это вот чувство, что есть только 100% результат, успех и 100% неуспех. В жизни так не бывает. Ну вот тут как бы это в индивидуальной работе это больше можно будет раскрыть, потому что это позиция взрослого и детская взрослая позиция. Вот. Может быть я просто слишком эгоистично мыслю, слишком многого хочу для себя, не думая о других. Ну, опять же, да, это детская позиция. То есть вы как бы вот ориентируетесь здесь на нас. То есть если мы скажем вам, что да, ты знаешь, она не будет, действительно, ты думаешь только о себе, да. Вот, и все, вот ты думаешь только о себе. И все, и вы не будете ничего делать, да, вы не пойдете никуда, вы не будете ничего менять. Так, что ли, получается? Если так, то вам надо работать над уверенностью в себе, потому что вы очень внушаемый человек. Подумайте о другом. Предположим, вы действительно, действительно эгоистично, да, предположим. И предположим, что вы действительно много для себя хотите, предположим. И предположим, что вы менять для себя ничего не будете. Вы будете чувствовать неудовлетворенность, вы сможете эти свои желания подавить. Насколько? Как? Хорошо вам будет в этом состоянии? Состояние подавления своих желаний? Вряд. А хорошо будет другим людям? Вряд. Понимаете? Вот и все. Как бы. Вот вы и подумаете. Что у вас в случае, если вы ничего не будете менять, вы будете несчастливы, и люди вокруг будут тоже несчастливы. Что как бы откровенно эгоистично. А если вы уйдете, если вы будете думать о себе, то вы освободите людей, которые с вами, которые с вами так или иначе не по пути. И тем самым, как бы, в долгосрочной перспективе окажете им услугу. Является ли это эгоизмом? Это уже вопрос к вашим ценностям. Вот. Дальше. Если я поступлю так эгоистично, то есть, вы видите, вы уже как бы, ну, уже обвиняете себя в том, что вы поступаете эгоистично, с этим тоже нужно работать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И для личности это не шаг назад, это шаг вперёд. Шаг назад это скорее для социального индивида. Может быть это просто лень вам не говорит? Или остатки инфентилизма в характере? Нет, лень, как правило, лень вообще про другое. Инфентилизм. Какое-то замызганное слово, знаете, сейчас его используют очень часто. Так же, как депрессия, невроз. Вот. Нужно исследовать, что так, мой инфентилизм. Понимаете? Вот. Вот инфентилизм был, когда вы учли от своего парня, и вам было скучно в отношениях с ним. Вот это инфентилизм. Здесь я не вижу инфентилизма. Может быть он есть, но я его не видел. Значит, может быть я не вижу картины в целом, и не могу адекватно оценить обстановку и свои стремления. Знаете, у меня такое ощущение, что вы задаете вопросы эти, специально, с целью, ну то есть не специально, может быть вы этого не осознаёте, но вы задаете эти вопросы, с целью, чтобы вам сказали нет. Вы сказали нет, ты права, действуй, как хочешь. Это всё действительно ты, это всё твои желания, и так далее. Правда, к чему эти вопросы? Я не знаю, например, лень у вас это или нет, потому что я не знаю вас. Да? Ну вот. Вы говорите, что вы обслуга на нашем. Стирка, уборка, готовка. Вот. Но это ваш выбор был. Быть обслугой. Или не ваш выбор быть обслугой. Если муж ваш, другой вас не принимает, то это не лень, а это нормальная, естественная реакция на подавление себя. Вот. Инфантилизм, ещё раз повторяю, сложное явление. Его нужно изучать. Поэтому говорить о том, что вы инфантильный, тоже, вот, исходя из того, что вы написали, нельзя. Ну вот. То есть я так полагаю, что вы, называя себя инфантильной, может быть, защищаетесь от чего-то. То есть так вы инфантильностью, инфантильностью вы объясняете, ну, обесценивание себя, обесценивание своих желаний. Но это не инфантилизм. Если вы используете это как аргумент. Понимаете? Ваша неудовлетворённость, это не инфантилизм. Потому что инфантильность проявляется совсем по-другому. Не в этом, не в том, что вы описываете. Вот. Но ваши вопросы, которые вы задаёте, они как бы подразумевают, что мы вас хорошо знаем. А это не так. Мы вас знаем нехорошо. По крайней мере, я вас точно знаю нехорошо. Вот. Несмотря на то, что мне показался ваш вопрос знакомым. То есть когда-то, недавно, вроде бы, я на что-то такое уже отвечал. Вот. Хотя я, безусловно, в этом не уверен. Я не уверен, но мне кажется, что отвечал. Отвечал. Когда-то я на это, на это такой вопрос. Вот. Поэтому ваши вопросы, они слишком, слишком глобальные. Они подразумевают однозначный ответ здесь. А однозначного ответа на эти вопросы, я даже не знаю вас. Поэтому у меня вопрос к вам. Для чего вы их задаете? А зачем? Чтобы что? Так. В общем, я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Тут есть сейчас. Меня не явно не устраивает. Но что делать дальше? Пытаться работать на отношениях, семью искать компромиссы. Это должны сделать двое людей. И вам это можно делать только, если вы хотите. Если вы не хотите, то делать этого не нужно. Это должно идти именно от сердца, от желания. Или же просто уйти и жить так, как рисуется воображение, как мне нравится и хочется. Да? Да? Да. Только не ожидать, если вам этого хочется. Да. Именно это. Только не ожидать от этого какой-то, какой-то, знаете, какой-то эйфории, какой-то, какой-то перемены в жизни, да, кардинально. Нет. Но, вроде бы, придется больше, ну, больше трудиться, придется больше действовать, придется, возможно, ну, как бы, себя, конечно, обеспечить проще, чем других, когда, то есть это понятно, но, ну, каких-то моментов вылечить, которые сейчас сами соборы имеют сейчас. Это нормально. Но так же нормально и точно, что вам нынешне это проектировать, чтобы вы туда не смотрели. Понимаете, какая история. Вот. А ошибка, понимаете, она не ошибка, это то, что вы совершите так или иначе. А, в любом, в любом случае. Вот. Понимаете. Вот. Вы совершите это в любом случае. Ошибка. И это нормально. Я не уверен в том, что помог вам принять решение, но я надеюсь, что хотя бы какие-то предпосылки для этого дал. А вы уже либо выберете себе психолога для подробной работы, либо подумаете над тем, что я сказал, и уже сделаете для себя выводы. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.